Российские военные в среду обстреляли ракетами город Запорожье и культурный заповедник Хортица. Удары пришлись по жилым домам. По данным местных властей, 33 человека получили ранения, один погиб. Несколько человек были срочно доставлены в тяжелом состоянии в больнице. То есть это впервые именно в тот район, что так близко полетает. На месте происходили спасательные операции, на месте работали сотрудники ДСНС, медики работали уже. Тогда, когда я был, уже вынесли всех пострадавших, именно тяжелых. По данным заместителя мэра Запорожья Александра Власюка, на город упало 7 ракет, выпущенных из систем залпового огня. Одна из них не разорвалась и застряла в крыше дома. Торец дома очень пострадал. Насколько я понимаю, снаряд прилетел между... Как раз один дом, второй дом, и между ними был такой зазорчик. И он между ними как раз и попал. Квартиры сильно пострадали, там стены обрушились. А так почти во всем доме нету окон, балконы пострадали сильно. Тот дом, который рядом находится, из-за приютов в нем начался будто газа. И сейчас специальные службы приезжали, чтобы помешать этому. И, по-моему, точно весь дом, в котором прилетело, сейчас эвакуирует. Потому что там коммуникации пострадали, свет, газ и подобные проблемы. Видео с горящими окнами и балконами жилых домов быстро попало в сеть. Сейчас огонь удалось потушить, а для жителей пострадавших домов развернуты шелтеры в Запорожье. Волонтеры начали сбор средств. Сейчас в основном занимаемся информационной коммуникацией, потому что там уже разные благотворительные фонды украинские написали, что готовы оказать помощь пострадавшим, раненым. Прямо сейчас российская ракета попала в многоэтажные здания. Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Это не должно стать просто обычным днем в Украине, где-либо еще в Европе или мире. Надо больше единства и решимости мира, чтобы скорее победить русский террор и защитить жизни. В свою очередь, оккупационная администрация Запорожской области заявила, что ракеты на дома упали из-за работы украинских ПВО. Присылайте ваши фото, видео и истории для публикации в черный ящик The Insider. Субтитры создавал DimaTorzok